Белой ночью Белой ночью Белой ночью Белой ночью Рыжую лисичку не случайно выбрали символом юбилейных мероприятий города Мирного и всей алмазодобывающей промышленности. По легенде, именно она 50 лет назад открыла путь геологам к открытию знаменитого месторождения мир. А сегодня сама природа добавила ярких красок в палитру праздника. У городов, как и у людей, разные судьбы. Мирному в этом отношении повезло. Он возник благодаря молодому задору, энтузиазму, трудовой доблести тех, кто жил надеждами, любил и верил, что они создадут алмазную промышленность и построят город своей мечты. Первопроходцы, а сегодняшние ветераны, пройдя непростой путь в дни юбилея, вновь собрались в Мирном, чтобы вспомнить всех, кто вместе с ними совершил беспримерный подвиг, создал условия для развития района, алмазодобывающей отрасли, республики, страны. Здесь проработал 26 лет с лишним, с первых палаток. И вот сейчас я смотрю город. Совершенно это же представить вы себе не можете, как там было тогда и как сейчас. Небо и земля. План, например, был у нас в один месяц, я помню, значит, когда мы там отработали на карьере, начинали работать. Экскаватор был вот такой, ковш, значит, половина кубоветра. Это, значит, 500 литров экскаватора. А сейчас, значит, экскаватор 20 кубоветров, емкость ковша. Так вот, у нас был, значит, план 40 тысяч кубов метров на месяц. И вы представляете, мы таким героизмом выполняли этот план и кое-кое-как в конце месяца выполнили. Так вот, мы шапки в воздух кидали от радости, что мы выполнили план. Понимаете, 40 тысяч кубов. А это сейчас 40 тысяч кубов, это сейчас работают экскаватором. Вот как изменилось время с тех пор, понимаете. Вот, конечно, это же все поражает, понимаете. Насколько, значит, продвинулось все с тех пор, когда вот мы начинали с первых палаток. Сегодня приехал на праздник. Очень рад. Старых своих коллег встретил, друзей встретил. Совсем поздоровался. Совсем всех праздников поздравил. Очень рад. Как вам сегодня воспринимается мирный? Какой он стал город? Это мирный. Это наш родной город. Мирный. Мирному нашему 50 лет. Совсем похорошел. Можно сказать, помолодел за эти 50 лет. Мне бы. А ветераны такие же молодые? Ну, духом молодые. Раиса Ивановна, здесь так много людей, с кем связана была судьба алмазных этих 50 лет. Вот как вы считаете, какой сейчас стал мирный? И такие же люди ли в нем? Ну, я считаю, что люди, может быть, и другого воспитания, другое поколение. Ну, в общем-то, город этот вырос на моих глазах. Я 45 лет проработала в нем. Вот поэтому, вот мы сейчас находимся у памятника Льву Леонидовичу Солдатову. Я до того, вот с этим человеком было приятно работать. Это руководитель такой сильный был. Руководитель высокого ранга. Во-первых, он в то же время, он был очень хороший, эрудированный производственник такой. Но он еще в то же время был хороший человек. Он много в жизни мне помог. Поэтому от всей души хочется высказать самые теплые слова в адрес этого человека. Ну, а город, конечно, прекрасный, мирный. Я в нем 45 лет живу. И я довольна тем, что судьба моя так сложилась, что именно вот в этом городе мне пришлось прожить всю свою сознательную жизнь. Благодарна людям, с которыми я рядом работала. Благодарна всем руководителям компании Мирненского ГОКа и фабрики номер 3, что вот сделали из меня такого человека, до какого уровня я доросла. Мирный за последние годы по праву превратился в один из самых красивых и современных городов Дальнего Востока. Архитектурно-мемориальный комплекс «Вилюйское кольцо» стал главным местом праздника. В этот светлый, такой торжественно-радостный день, в день 50-летия, со дня основания города Мирного, день 50-летия, со дня создания алмазной промышленности нашей страны, мы открываем этот памятник, памятник первопроходца. Конечно же, это памятник, прежде всего, геологам, тем людям, которые помогали им в тяжелейших, но, наверное, невероятно сложных условиях найти и открыть алмазное месторождение Якутии, алмазное месторождение Советского Союза. Это памятник и всем строителям, вернякам, ученым, работникам социальной сферы, которые осваивали алмазное месторождение. Он нужен нам для того, чтобы мы всегда помнили о наших отцах и дедах, которые создали алмазную промышленность нашей страны. Но самое главное, он нужен будущим поколениям алмазников, будущим мирянам, подрастающим поколению, чтобы они всегда помнили о трудовых подвигах их отцов и дедов, чтобы они продолжали наши традиции. Памятник, с другой стороны, это символ нашей надежды. Я сегодня говорю уверенно, что еще полвека вперед у нас есть возможность развивать алмазную промышленность. И мать Якутия, которая изображена на священном дереве, Алукмаз, дала нам такие богатства, что нам еще работать и работать. Сегодня алмазная отрасль кормит нас, кормит республику, кормит Россию. Сегодня вашим трудом создается то богатство, которое становится национальным богатством, которое кормит наших детей, которое будет еще многие десятилетия кормить наших детей. Поэтому сегодня это праздник друженика. Мне очень приятно увидеть этот памятник, памятник первопроходцам, которые начинали все это здесь. Сегодня, наверное, есть повод вспомнить, как много труда в такие непростые годы, в разные годы, до всех перемен и теперь, после всех перемен, вкладывался труд в этот регион, в эту отрасль. Сегодня мне приятно будет поздравить вас еще и с теми объектами, социальными объектами, которые строит Алроса, которые строит республика для алмазников, для тружеников. Сегодня нам удается, я думаю, что этот курс мы будем держать и впредь, поднимать социальную жизнь нашей страны, социальную жизнь нашей республики. Сегодня эти приоритеты поставил перед нами и президент. Эти приоритеты выполняет и руководство республики. Мы в правительстве Российской Федерации тоже так же видим ситуацию. Мы должны улучшать жизнь тружеников республики. Поэтому мне приятно сегодня не только поздравить вас с праздником, но и наметить, и подчеркнуть те серьезные шаги в строительстве для людей, для жителей, которые мы будем осуществлять в ближайшее время, в ближайшие годы. Сама природа, сама земля якутская нас приветствует. Этим праздником, этим днем встречает наших ветеранов, которые приехали со всех концов нашей родной России. Я скажу честно-вкровенно, когда мы начинали работать над этим комплексом, было очень много споров. Зачем этим заниматься, когда такое трудное время? Конечно, у нас квартир не хватает, надо благоустроить город, надо заниматься другими проблемами. Но мы посоветовались, приняли решение. И кто, кроме нас, лучше нас это не сделает. Потому что многие из нас были участниками этих событий, свидетелями этих событий. И вы видите сегодня, многие наши проектировщики, архитекторы, скульпторы, строители, кто здесь занимался этим комплексом, вложились сюда свою душу. И получился сегодня комплекс, который посвящен всем нашим первооткрывателям, в первую очередь геологам, местным жителям, проводникам, каюрам, всем тем, кто помогал открыть этих уникальных историй алмазов на нашей якутской земле, открытию века. Разрешите поздравить вас с славным праздником, полувековым юбилеем разбитой алмазной промышленности в Якутии. Товарищи, как вы знаете, когда не было бездоходный и вертолётный транспорт, для поиска этого трогосценного камня работа проводилась исключительно на оленьих транспортах. Холкозники нашего холкоза ежегодно уезжали каюрами-породниками в различных геологических и геофизических экспедициях. Отдельные товарищи в течение более 20 лет беспреживно находились в этих геологических и геофизических экспедициях, в том числе одна женщина, Михайлова Истападина Николаевна, тоже была каюром более 20 лет. А открыли комплекс те, кто 50 лет назад долгими часами вродили здесь, в поболокистой тайге, в поисках коренного месторождения алмаза. И они вновь вернулись в него. ПЕСНЯ 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 Вы когда пришли сюда, первые впечатления ваши от Батамея? Очень понравился памятник. Очень понравился памятник. И потом, вы знаете, еще, все-таки все зависит от обстоятельств. Сегодня такая прекрасная погода, голубое небо, яркое солнце. А ведь в это время, бывало, уже зима, и снег падал. И в 54-м году мы в это время уже под снегом ходили в маршруты. А сегодня такой прекрасный день. Поэтому, конечно, великолепный праздник. Прекрасный праздник. 50 лет уже целый. 50 лет. И для меня это, конечно, вот какой-то личный еще очень большой праздник. Потому что, все-таки, конечно, работа у нас была очень трудная. Я не хочу сказать, что сейчас легкая. Сейчас тоже еще какие чудеса сделаны. Город, такой город построить среди этих болот. Среди этого всего безобразия, которое здесь было, не пройдешь ничего. И мы, когда уже убедились, что нашли кимберлиты, мы сидели около костра и фантазировали. А что здесь будет? Ну, поселок построить. А может быть, проложат дорогу, по которой пойдут трактора. А что получилось? Ну, мы вас поздравляем. Спасибо вам большое. Огромное вам спасибо за внимание. И за то, что вы, в общем, хорошо относитесь к старикам. Без веры мирненцы не достигли бы таких высот. Новая часовня в честь апостола Андрея Первозванного появилась в мирном, как признание заслуг первых поколений алмазников. В сегодняшнем мирненце все жители республики выражают искреннюю благодарность за трудолюбие, самоотверженность и любовь к своей родине, городу мирному, всем, кто был первым. Весь год мирненцы с большим энтузиазмом готовились к празднованию 10-летнего юбилея города мирного и алмазодобывающей промышленности. И с 1 по 9 сентября все люди, все предприятия города, все улицы стали отмечать свой славный юбилей. Я, как первый алмазник в Якутии, берсина блюя сплавались. В то время я представителем Силовского совета Шудюкара работал. И этот праздник, и все, я себя свидетел, и очень рад. Вот, я думаю, этот хорошо идет праздник. А ведь совсем недавно, 50 лет тому назад, вместо этих самых улиц, вместо этих каменных домов стояла непроходимая тайга. Когда мирной не было, и здесь я уходил, и все истории знают. Тогда не было ни этой улицы. Здесь вот, где сейчас вот эти дома, вот эти улицы, мы здесь собирали ягоду. Да. Вот где вот стоят магазины, как его, золотой бивень, здесь мы первый раз провожали русскую зиму. Это было 3 апреля 64-го года, когда я приехала с Кавказа, с Пятигорска. Полувековой юбилей по праву можно назвать семейным праздником. Ведь почти каждый горожанин имеет то или иное отношение к алмазодобывающей промышленности. Поэтому отмечать его будут не только пройдя по нарядным улицам, но и в кругу семьи. Как вы будете отмечать этот праздник? Ну, наверное, пойдем на стадион Триумф. У нас есть билеты. Потом посмотрим салют. А вообще занимаюсь ремонтом. Поэтому праздник у меня совмещается с работой. Вы знаете вообще, что вы отмечаете сегодня? Да. Дети города Мирного. Все. И 60-летие победы. Победы. Ну, да, тоже так, тоже самое. А семи вот, среди мам, пап, бабушек и дедушек, вы этот праздник будете отмечать дома? Должны. Будем, наверное. Да, будем. Праздник и отличается тем, что он для всех. И концерты на дощатых сценах, и конкурсы для детей, и ставки продажи, и народное гуляние. И можно с уверенностью сказать, что он удался. Даже погода здесь посодействовала. Праздник действительно приобрел такую большую широту. Праздник действительно имеет такую большую силу. И даже погода, вот посмотрите, да, вот мы обычно говорим бабье лето, не бабье лето, но вот именно к празднику 50-летия алмазовающей промышленности. И вот как мы все сегодня сплотились, съехались все, можно сказать, со всей Якутии. Вообще город на глазах растет. Это вообще очень классно. За последний год он сильно преобразился, стал новее. Много новых зданий отремонтировали, они стали красивее и лучше стало. Город наш очень стал красивый. Люди прям радостные ходят. Смотреть даже приятно на таких радостных людей. Это все благодаря нашей, наверное, компании, благодаря нашей главе города. Ну и всех людей, которые на этом деле стоят. Дети столько убирали, трудились же. Поэтому надо следить и хранить то, что хотя мы сейчас сохранили. С тем, конечно, что было тут. Я с 59-го года вообще здесь. Я работаю. Что было сейчас и сейчас. Это вообще красотища. Ничего не скажешь. Что было? Ну, раньше грязь по колено. Ходили в сапогах все время, в резиновых. Не пройти ничего было. Вот Ленинградский проспект, это было как будто бы у нас... Аллея такая, что ходили и все. Смею надеяться, что через 50 лет здесь будет... Оазис. С праздником всех. Браурная музыка, веселые настроения. Все отбросили в сторону. Проблем ведь много. Особенно, насколько мне представляется, я слежу за развитием компании, о том, что сегодня несколько принижается роль и значение горнодобывающего комплекса. А в экономике, какая бы она ни была, всегда крен в какую-то одну сторону, он всегда опасен. Поэтому сегодня, хоть и праздник, я бы хотел высказать пожелание о том, что работники аллобазодобывающего комплекса, жители республики Саха-Якутия, должны всегда помнить, что основным хребтом экономики является акционерная компания. Сегодня, к сожалению, одна Алроса. И ее надо лелеять, пестовать и помогать, и поддерживать. Сегодня, как никогда, компании нужна поддержка. Полувековой юбилей – это один из рубежей. Поскольку недровые запасы еще на несколько десятилетий есть, вот сегодня нужно придать новый импульс развитию этому комплексу, сосредоточить усилия, ну, не хотел бы превращать это в наседание, которое, когда советов не просят, их не дают. Но я бы хотел только в празднике высказать всем, пожелать удачи, успехов и сохранить тот боевой настрой, который в компании был. За успехи в освоении алмазных недр, становлении алмазодобывающей промышленности и в честь юбилея мирного, отличившимся труженикам промышленных и социальных предприятий, были вручены государственные награды. Это только малая толика тех заслуженных людей, которые работают в мирном. А награды найдут своих героев. Президент награждает всех, но его никто. Я вот решил вручить ему тоже грамоту, а хотел бы зачитать текст. Администрация президента Российской Федерации грамотно награждается президентом республики Саха-Якутия, Штыров Вячеслав Анатольевич в среде 50-летия города Мирны, отечественного вазонобывающей промышленности и большой личный вклад в возрождение и государственное становление казачества Якутии. Советник президента Российской Федерации Иоанна Николаевича Трошаевна. Из Дворца культуры «Алмаз» силами творческих коллективов НВК Саха и ТРК «Алмазный край» впервые были проведены радио- и телевизионные прямые трансляции с торжественного собрания представителей общественности с участием руководителей Российской Федерации Республики Мирненского района. и акционерной компании «Алроса». В зале собрались те, кто создавал отрасль и строил мирный. 50 лет – это короткий исторический путь, за которым прежде всего колоссальный объем человеческой энергии, вложенный в создание и развитие в Якутии алмаза-отрасли. Благодаря чему и сегодня акционерной компании «Алроса» является одной из ведущих горнодобывающих компаний мира, стержнем алмаза-бриллиантов комплекса страны, сохраняющей огромный потенциал для расширенного воспроизводства экономического роста. «Алмаз-бывающая отрасль» создавали энтузиасты, трудом которых писаны поистине бриллиантовая страница полувекового лета без героических дел нашего народа. Тысячи рабочих, командировок производства, людей разных национальностей из всех уголков Советского Союза, прибывших в мирный, тяжелых условий, днем и ночью, самотвежно трудились во имя того, чтобы Родина быстрее получила якутские алмазы. Это особое общенациональное событие. Сегодня я могу это сказать без тени сомнения, и ведь открытие в нашей стране крупных алмазных месторождений, основание мирного, начало промышленной добычи алмазов, все стало возможным благодаря самоотверженному труду представителей народов всего Советского Союза и России. Мы, конечно, понимаем, что алмазы являются важной задачей нашей компании, но их сегодня важно добывать не только в Якутии, поэтому компания сделала важный шаг на добычу в Архангельской области. Усиливаем свои позиции в Анголе, на африканском континенте. Возможно, что опыт специалистов, а он сегодня, можно сказать, опыт международного класса, позволит нам на равных конкурировать с ведущими мировыми компаниями в этой отрасли в мире и завоевывать свои позиции. В алмазном юбилее личная доля труда всех мирных айхальцев, жителей удачного алмазного, тасюряха и мирбы. Самые достойные, заслуженные получили высокие государственные российские и республиканские награды. Среди них вице-президент акционерной компании Алроса Иван Кириллович Демьянов. Он и достоин высокого звания «Почетный гражданин республики». А глава администрации Мирненский район Анатолий Тарасович Попов награжден орденом «Полярная звезда». Праздничные мероприятия вылились на площади и улице Мирного. Спасибо горнякам, строителям, шахтерам за многочисленный вдохновенный труд. Пусть жизненная стабильность присутствует в каждом доме, а во всех дальнейших начинаниях сопутствуют удача и успех. В ходе праздничной декады состоялось цитрализованное шествие трудовых коллективов и учебных заведений города «Это наша с тобой биография». По центральной улице самого мирного города вышли представители всех слоев рабочего населения, которые, как на праздновании 1 мая, торжественно прошлись транспарантами, флагами, шариками, гордо демонстрируя свое предприятие. А на углу улиц Тихонова-Павлова разбили сквер, где состоялось открытие памятника Виктору Иларионовичу Тихонову, первому генеральному директору производственного объединения «Якут-Алмаз». В адрес основателя алмазодобывающей промышленности было сказано много теплых, благодарственных слов, возложенных средств. Мирный со своего рождения считается самым многоциональным городом Якутии. Сюда поднимать производство съезжались со всего Советского Союза. И до сих пор в Мирненском районе проживает около ста различных национальностей. В рамках юбилея стадион «Металлур» собрал у себя представителей всех национальных общин районов. Встреча так и называлась – «Праздник сгружения народа». К юбилею предприятия акционерной компании «Алроса» постарались представить, преподнести родине поистине царские подарки. Самый крупный ювелирный камень, добытый из недр земли, получил имя 50 лет алмазодобывающей промышленности. Икутские алмазы и бриллианты уже полвека служат своей республике и России. Интересны не только для отечественной граниной промышленности. Они привлекают внимание ювелиров всего мира. Представители алмазного бизнеса, приглашенные в дни юбилейных мероприятий в Мирный, смогли убедиться, что люди в Якутии действительно дороже алмазов. Хотя именно они – главное дело жизни мирнымцев. Заключительным аккордом юбилейных торжеств стало большое театрализованное галлопредставление «Город моей мечты» на стадионе «Триумф». Гидростроевцы, плотники, строполи, кто сквозь стройки идёт до седин, я бы высек их гордые профили на суровом бетоне плотин. Слава строителям! Слава шахтёрам! Слава авиаторам! Слава речникам! Слава автодорожникам! Слава строителям! Салют строителям! Слава автодорожникам! Их разлучит ведь мире! Мирный полёт о мире! Слушай его, страна! Мирный полёт о мире! Слушай его, страна! Каково ваше мнение о празднике сегодняшнем, атмосфере этого праздника? Как вы воспринимаете сейчас мирный? Да! Это мирового алмазного рынка с восхищением отозвались о мероприятиях, посвящённых празднованию 50-летия алмазодобывающей промышленности. Наши впечатления не нуждаются в переводе. Это событие глубоко запало нам в сердце. Мы с восхищением следили за теми грандиозными мероприятиями и представлениями, которые рассказывали об истории развития алмазодобывающей промышленности и её роли в истории вашей страны. В течение всех дней нашего пребывания здесь мы смогли убедиться в том, что между правительством вашей республики и её населением существует гармония и понимание. Люди в Якутии искренне верят в свою страну, в свою республику и в процветание алмазной промышленности. Мы также в этой большой компании, которая есть Роза. Салют граду мирному, алмазной столице Якутии! Слава людям, вписавшим алмазные страницы истории нашей страны! Салют твоим детям, мирный город молодости, город веры, надежды и любви! Благословен будь в веках и стой непоколебимо, мирный! Салют мирному! 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 Продолжение следует...